Азербайджан Моролик это один из поселков на трассе из Еревана в Гюмри, два крупных города, нормальной дороги нет, и вот что поражает, пока ты едешь из Еревана, где-то 150 километров, это какая-то колоссальная нищета и разруха, обочины дороги, они завалены каким-то ржавым хламом, это старые машины, которые никто не убирает, это заброшенные заводы, какие-то цеха, заброшенные дома с выбитыми окнами, ну и вот так. Вот в данном случае универмаг. Дальше пройти и будет еще, еще, еще заброшенные здания. Армия Армении на уровне прошлого века. Дорог нет. А все потому, что огромные ресурсы и силы в этой стране тратились и тратятся на дешевые провокации. Если вспомнить известное выражение «хлеба и зрелищ», то можно сказать, что армяне выбирают только зрелища, причем дешевые, фейковые шоу. 2016 год. Конкурс Евровидения. Стокгольм. Представительница Армении Ивета Мукучан размахивает флагом Нагорного Карабаха в своей гримерке. Ее предупреждают. За такое полагается дисквалификация. Тогда в Стокгольме в небе появляется легкий самолетик, который буксирует буквы Ивета и Карабах. 2019 год. Люксембург. Матч между азербайджанским Карабахом и местным Дуделанжем. И в какой-то момент над полем появляется квадрокоптер с прицепленным флагом Нагорного Карабаха. Также армянское лобби часто избирало местом своих выходок Россию. Например, на демонстрируемых в новостных передачах картах Карабах и Нахчеван не раз бывали окрашены одним цветом с территории Армении. Май 2020 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян устраивает в Шуше так называемую инаугурацию Арайка Арутюняна с последующей пьянкой и танцами. Или вот еще пример. На сей раз перед камерами красуется супруга Пашиняна Анна Акопян, которая делает по-настоящему хамское заявление. Я, дескать, приглашаю Мехребан Ханум в качестве гостей в Шушу и обещаю даже организовать мугам. А еще Пашинян собирался провозить дорогу в Джебраил и строить здание парламента в Шуше. Все это не имело никаких политических или экономических обоснований, а делались данные заявления исключительно для того, чтобы побольнее ужалить Азербайджан. Причем в ущерб самим же себе. Как показывают недавние события, лучше бы Пашинян собирался построить дорогу в армянском Сюнике. Так что же это, если не политический маразм? Закончилась вся эта провокационная возня вполне предсказуемо. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность военным путем. Шуша была освобождена. И на Джедырдюзю действительно прозвучал мугам. А в январе 2021 года Пашинян перед собственным парламентом унылым тоном признал. Да, в Шуше большинство населения до войны составляли азербайджанцы. Из Шуши, когда они были виноваты, они были виноваты, которые были виноваты, которые были виноваты, азербайджанцы были виноваты. Что в переводе означает, даже не стоило и думать, что Армения сохранит этот город за собой. Ну и зачем тогда надо было устраивать все эти провокации? Чего собирались добиться? Может, это как-то помогло продвинуть вопрос с признанием? Для чего мадам Акапян лезла в фокус камеры со своим гениальным заявлением? Как она собиралась организовать мугам после этнической чистки азербайджанцев? И, наконец, самый главный вопрос. Почему мы говорим об этом именно сейчас? Мы говорим об этом сейчас, потому что в постконфликтный период Армения не проявляет конструктивного подхода, направленного на достижение прочного мира в регионе. Потому что армяне опять принялись за старое, решив, что проще заниматься любимыми фейковыми шоу и провокациями. Потому что карабахские сепаратисты продолжают устраивать свои провокации. 18 февраля 2022 года так называемый парламент сепаратистов принял закон об оккупированных территориях, где были обозначены претензии на азербайджанские земли, освобожденные армией Азербайджана в ходе 44-дневной войны. И вот интересно, с какой целью? Какой бы завышенной оценкой не обладали карабахские сепаратисты, даже они не могут не понимать, что их придуманное правительство никем, даже самой Армении, не признано. А принятая ими бумажка никакой правовой силы иметь не будет. Но тогда для чего все это совершается? С какой целью? Чтобы еще раз обозначить претензии на азербайджанские земли? Заявить о намерении устроить рестарт своего Мияцума? Или вот еще один пример. Тот же Араик Арутюнян, вожак местных сепаратистов, на встрече с жителями одного из сел, позируя на фоне портрета профессионального террориста Монте Милканяна, заявил, что Карабах продолжает бороться за свою независимость, что альтернативы независимости нет, и что нахождения Карабаха в составе Азербайджана не будет, потому что народ никогда этого не допустит. Араик также заявил, что присутствие российских миротворцев – это гарантия того, что армяне останутся жить в так называемом Арцахе, чем он заодно втянул в свою провокационную деятельность и российских миротворцев. Понятно, что в сознании этих людей ничего не поменялось. Они с потрясающим упрямством продолжают следовать провальной тактике, которой уже 30 лет. Так сколько же еще нужно лет, чтобы понять бессмысленность такого подхода? Еще 30, 130, 230 лет? Выбор, как говорится, за самими армянами. Просто хотелось бы посоветовать им вспомнить, какую цену Армения уже заплатила за фейки и кривляния перед камерами своих лидеров. Понимают ли граждане Армении, что в результате страна оказалась выключенной из экономической жизни региона, что более миллиона ее граждан просто уехали в поисках лучшей доли? И что до сих пор еще не названо точное число погибших во Второй Карабахской войне? Ответы на эти вопросы должно найти само армянское общество. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.